Пророческое служение Пророческое служение Оно не только касается того, чтобы освещать какие-то тайны, иметь какие-то откровения. Но оно также имеет предназначение в том, чтобы приносить свет истины, утверждать истину. И я понимаю, почему Бог в это время поднимает пророческое служение. Хороший, яркий такой пример – это ветхозаветнее служение пророков. Когда мы смотрим на Ветхий Завет, книги Ветхого Завета, мы видим, что ярким таким пятном присутствуют книги пророков. Они так и называются – книги пророков. Есть малые пророки, есть большие пророки. Я люблю перечитывать эти книги, потому что они очень сильно ободряют. Люди не меняются, только года становятся другие. А все остальное точно так же. Человеческая природа, люди точно такие же. И вот в какой-то критический момент жизни верующих людей Бог поднимает пророков. С чем это связано? С тем, что беззаконие достигает определенного уровня среди Божьего народа. И это беззаконие в чем-то выражается. Оно в чем-то выражается. Вот точно так же и в это время, то, что Бог поднимает, допустим, если это у меня как откровение, оно как откровение, как крутится, начни людей учить, начни людям говорить, я буду изливать свое помазание, я буду давать свою благодать для тех сердец, которые будут открыты. Снаряжай людей. Даже эта школа, это шаг моей веры в послушание Богу, шаг веры сделал. И я это делаю. Почему? Потому что я вижу, что это время, когда Бог будет поднимать свой голос, который будет вопиять в пустыне, который будет иметь дерзновение в том, чтобы говорить слово. Почему? Потому что мера беззакония, она будет подниматься, она будет наполняться. И вот как раз те, кто будут предостерегать и те, кто будут говорить правду, это люди, которых Бог снаряжает для этой миссии. Бог будет давать дерзновение говорить правду. И вот как раз миссия молитвенника, потому что каждый молитвенник, он имеет какую-то меру благодати пророческой. Каждый человек, кого Бог призывает к молитвенному, имеет меру благодати. Меру благодати в отношении пророческого служения. Есть эта благодать. Вот как раз то, что необходимо, это выявить, раскрыть это в своей жизни и двигаться в этом. Поэтому это время, когда Бог поднимает своих стражей в церкви, для того, чтобы они хранили пути Господни и указывали людям на путь Господний. Что мера беззакония, беззаконие, оно не печальное, оно не горькое, оно наоборот беззаконие, оно привлекает. Кто скажет, что грех, он не сладок? Дайте ему подзатыльник. Грех, он сладок. Свобода греховная, религиозная, она привлекательная. Она привлекательная. Почему? Когда Иисус пришел и на тот момент религиозное поле захватили фарисеи и саддукеи. Это была колоссальная армия людей, за которой следовало множество людей. И то, у кого был конфликт у Иисуса, не с грешниками, а вот как раз с этими беззаконниками, беззаконниками, фарисеями, почему он возмущался и он говорил о них, как о закваске, что берегитесь этой закваски. Иисус, мы знаем, что он Бог, но он выступал из служения пророка. Почему он говорил и он освещал какие-то вещи, что по одной только причине, что он нес в себе служение пророка. Поэтому он говорил, он был как учитель, он учил, но есть вещи, когда он конфликтовал с самим беззаконием. Вот точно так же и сегодня. Церковь, она будет конфликтовать. Она будет конфликтовать. Почему? Потому что мера беззакония, я хочу сказать, она будет наполнять даже саму церковь. Люди будут становиться лояльными в отношении самого греха. В отношении самого греха. И мало того, они будут себе находить даже основание в самом слове для себя. Ой, послушай, нет никаких проблем. Ты говоришь, да никаких проблем. Да, послушай, все, да это законники. Это законники. А мы же в благодати, мы же под благодатью, не стоит переживать. И вот то, что будут делать, это размывать эти границы святости. И это беззаконие, она как коррозия, будут проникать в саму церковь. И вот почему люди, которые посвящают свою жизнь на молитве, они должны стоять в духовном конфликте, в молитве. Господь, освети и сохрани свою церковь. От этого беззакония. Сохрани свою церковь. Я верю, что Бог будет точно так же посылать слово, показывать, что церковь спит, валяется. Э, пробудись, церковь. И кто-то будет себя видеть, стоп, я же сплю. А в чем, в чем сегодня моя миссия заключается, как верующего? Почему Бог сохранил мою жизнь? Почему Бог дает мне силы? Почему? Некоторые, когда обращаются ко мне, ой, там надо помолиться, там за то, за то, за там, та-та-та. Говорю, а зачем, зачем молиться? Чтоб еще больше беззакония в твоей жизни умножилось. И ты молишься, ты молишься, ты понимаешь, Бог не отвечает. Почему? Потому что Бог некоторых людей любит. Не благословляет по одной только причине, чтобы мера беззакония еще больше не увеличивалась в жизни этих людей. Поэтому, возвращаясь к этой мысли, Бог в это время поднимает стражей, которые будут стоять и будут бодрствовать, и будут называть вещи своими именами. Поэтому рекомендую не только Иеремию перечитать. Из Экиля, Малахия, Агея. То, с чем им приходилось сталкиваться, когда они возвышали свой голос, к чему Бог их побуждал. Я вам хочу сказать, миссия сегодня, она не изменяется. И сегодня будут подниматься и будут говорить, невзирая на персоны, невзирая на это, будут говорить правду и истину. Мы будем сегодня видеть, как многие церкви, они скатываются просто в христианскую культуру. Просто в христианскую культуру, в которой поют красивые песни, красивые песни, и проповедуют красивые проповеди, для того, чтобы ублажать, ублажать чье-то, да, ублажать чье-то ухо. Это всегда это было. Сегодня мне один человек задал такой вопрос в отношении таких проповедников. Говорит, я что-то не понимаю, почему-то эти проповедники процветания, они меня раздражают. Ну, это хорошо, что они тебя раздражают. А как вы можете там общаться с этими людьми? Говорю, я с ними общаюсь, но я их не слушаю. А как это так? Говорю, вот так. А зачем слушать? Для того, чтобы раздражаться? Я лучше какое-то время проведу в том, чтобы изучать Слово Божие. Чтобы вникать в само Слово. Для того, чтобы не раздражаться. Время придет, когда Бог откроет. Если человек искренний, даже в своем заблуждении, Бог обязательно это откроет. А у Бога такие методы открывать, такие стопоры, что так вскроет, так откроет, так дойдет, что... Слава Богу. Матвея 24, 12. Это проповедь на Илеонской горели. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. По причине, как раз то, о чем говорит Иисус о последнем времени. По причине умножения беззакония. Поэтому люди, которые духовно бодрствуют, это люди, которые не удивляются беззаконию. Потому что удивляются беззаконию те, кто не изучает Слово Божие. Когда ты видишь, что происходило во время Иеремии, Исаии, Агея, Малахи, Захария. И мы не просто... Ты черпаешь какую-то выборочную информацию, стихи, которые тебе больше нравятся. А возьми, просто прочитай с исторической, просто прочитай как историю. Не просто пытаясь получить какое-то откровение. Просто прочитай историю. Посмотри ту картину, которая происходила в те времена. Я вам хочу сказать, точно так же будет на сегодняшний момент и у нас. Вопрос в том, каким образом мы будем действовать и каким образом мы будем поступать. Псалом 10. Псалом 10. Третий стих. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Потому что действие дьявола, знаете, на что оно нацелено? Оно нацелено разрушить основания. Верху он не трогает. Временами ты можешь слышать хорошие слова, которые тебя мотивируют красивые как обрамления, особенно если человек талантливый, как оратор, красиво может рассказывать. Посмотри на основание. На основание. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Когда мы видим, основание разрушено, разрушается. На чем основание? На кресте, на святости, на крови, на посвящении. Это основание. Сегодня то, чему больше всего подвержена атака, это подвержено исказить крест Иисуса Христа. То есть, исказить крест Иисуса Христа, в котором отсутствует святость, в котором отсутствует посвящение, в котором отсутствует кровь Иисуса Христа. Я когда-то помню, мне попала проповедь Рейхарда Бонке, когда он говорил о важности креста, о важности крови Иисуса и о, по-моему, и о важности посвящения. Я когда слушал, думаю, вау, это так сложно, это так тяжело, но сегодня я осознаю, сегодня это наше время, это сегодня наша ответственность не исказить крест Иисуса. Не исказить крест Иисуса. Вот как раз то, что дьявол и пытается разрушить основание, поэтому псалмопеев так и говорит, когда разрушено основание, что сделает праведник? Что сделает? Что сделает? Что я буду делать? И следующий стих, то, что он переводит, а он переводит на Господа, а Господний престол стоит. Даже несмотря на то, что основание разрушено, когда ты сталкиваешься с каким-то беззаконием, во многих то, что происходит, охладевает любовь. Когда Бог мне дал это откровение, я говорю, Господи, помоги, помоги мне в том, чтобы во мне не охладела эта любовь, чтобы я не стал духовным импотентом дальше продолжать служить. Потому что любовь, она как раз то, что она делает, она мотивирует тебя служить. мотивирует. Это единственный правильный мотив сегодня в жизни людей. Почему я поднимаюсь на молитву, почему я служу, почему я жертвую, почему я делаю это. По одной только причине, по одной только причине. Мной движет любовь Христова. И вы сами заметите, когда вы сталкиваетесь с каким-то беззаконием, какую реакцию внутри вас производит это беззаконие? Даже внутри самой церкви. Сколько людей сегодня, которые приткнулись на служителях, которые погрязлись в беззаконии? Множество. Множество людей, которые приткнулись. Любовь это остыло и люди перестали двигаться даже за Господом. Вот почему внутри когда мы попадаем в такую ситуацию, важно видеть Господа. Четвертый стих говорит, Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежда его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Вот это качество божественное, которое точно так же должно отображаться в нашей жизни любить Господа и ненавидеть беззаконие. И ненавидеть беззаконие. Не соглашаться, не смиряться, а ненавидеть беззаконие. Ненавидеть беззаконие. Это то, что знаете, как продолжает, дает нам возможность и дальше дает нам возможность продолжает Господи, мозги запутались. Дает нам возможность дальше жить полноценной духовной жизнью. Не играться в фарисейство, не играться в христианство, а иметь эту живую жизнь. Имеет живую жизнь. Я помню момент в моей жизни, я еще не насколько имел откровение самого Слова Божьего в своей жизни, когда я столкнулся с неправильными вещами, уже будучи служителем. Это то, что я заметил, меня полностью внутри остановило. Еще какую-то религиозную форму ты делаешь, а внутри ты полностью сам себя не можешь обмануть. и время когда то, что я начал делать, я просто начал сетовать на то, на сё, на то, на то. Слава Богу, за милость Божью, что Бог показал мне на мое сердце и знаете, то, что сказал, я не изменился. Бога с людьми никогда не стоит сравнивать. Для меня это был такой мощный толчок, и Бог говорит, скинь оковы, которые люди повесили на тебя. и для меня это момент был моего освобождения, духовного освобождения, для того, чтобы мою жизнь получить обновление. вопрос всегда. Когда ты сталкиваешься с разрушенным основанием, вопрос всегда. А как же дальше быть? Осознание того, что Бог царствует, и то, что Он делает, Он испытывает, потому что даже то, когда ты сталкиваешься, и ты внутри себя разочарован в каких-то вещах, для тебя это тоже колоссальное испытание. это тоже колоссальное испытание, в котором необходимо выстоять. Евреям 1 глава 9 стих написано о Христе. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих. Это духовный закон. когда мы внимательно посмотрим на это местописание, это то, что мы увидим. Ты возлюбил правду и что сделал? Я думал, а у меня ненависть в моей душе никогда не должно быть. Я всегда должен быть елейный, я всегда должен быть. Нет, послушай, есть необходимость отделять и иметь понимание, что такое беззаконие. это вопрос не наигранности, это вопрос не какой-то игры, а это вопрос нашего внутреннего состояния. Что ты возлюбил больше? Что ты возлюбил больше? Правду? Истину? И какая реакция на само беззаконие? Когда мы начинаем понимать, что то, что убивает сегодня человечество, это беззаконие, это грех, это то, что убивает. И сегодня первое, то, с чем церкви приходится бороться, первая ступень, в которой церкви приходится бороться, послушайте внимательно, и это то, о чем нам придется молиться, это то, о том, чтобы Бог скрыл идолов, которому сегодня народ Божий поклоняется. Если вы обратите внимание, если кто-то, допустим, ютубные просвещаются через ютуб, через проповедников, насколько часто вы сегодня слышите о идолах? Почему-то эта тема прикрыта, особенно как среди, больше где-то акцент на слово, на какие-то вещи, но то, что освещение идолов, оно прикрыто, и я понимаю, что может или это время, и вот ко мне приходит понимание, это время, когда идол, он должен быть освещен и повержен, первое, освещен и повержен, почему народ божий живет в рабстве, почему народ божий живет не в благословении, подойте к причине, есть идол в жизни у людей, библия, новый завет, даже не библия, давайте новый завет, множество говорит о том, от чего необходимо убегать, убегать от идола, от идола служения, я помню момент, когда я изучал труды ранних отцов церкви, я был удивлен, что такой акцент в их проповеди был поставлен на самого идола, который через проповедь освещали, то, чему люди поклонялись, потому что идол это тоже источник внутреннего удовлетворения, почему человек легко отдает себя в рабство идолу, если ветхий завет мы смотрим это какое-то изваяние, это какой-то камень, какой-то телец, то в новом завете или допустим сегодня в церкви чей-то телефон, это тогда берите может за привычку выключать телефон, выкруток выключен, это конец дня уже или что, хорошо, все, то на сегодняшний момент, когда горится аидоли, многие говорят, ой, послушай, у нас же в церкви нету, мы ничему не поклоняемся в нашей церкви, мы ничему не поклоняемся, нету никакого изваяния, нету вообще никакого изваяния, нету никакого, может никакому ни камню, никакой картины нету, но когда посмотришь на жизнь человеческую, многие выходя из церкви, они находят для себя объект для поклонения, в чем они испытывают для себя поддержку и удовлетворение. Когда-то Бог в какой-то момент, некоторые до сих пор надо мной, особенно когда я там у пятидесятников, я говорю, а мне телевизор, у меня телевизора нет. О, ты как пятидесятник какой-то, какой-нибудь, нерегистрированный. Ты как нерегистрированный пятидесятник. Говорю, нет. Когда-то, когда я покаялся, наверное года два, у нас телевизор просто стоял в углу. Просто как коробку, чтобы не выбросить, он просто стоял в углу. А потом он потихоньку, медленно, начал возвращаться. Начал занимать свое достойное место. Домой пришел телевизор для фона. И ты начинаешь замечать, что то, что делает этот телевизор, да ладно полежать, ладно покушать, ладно, то есть все любое свободное время твое возле телевизора. Я начал замечать, что это то, что ворует мое время, и это то, что знаете, как увидел такой образ, такую картину, евреи ходили поклоняться о старте. А я сижу под телевизором. А вот я знаю, что я просидел, просмотрел какую-то передачу, билиберду, вообще какую-то ерунду. Час, два, никаких проблем. Я сижу, жду и вопрос. А смог бы я два часа сейчас молиться? Время пришло, когда я телевизор. сегодня у меня в доме телевизора нету. Я понял, это мой идол. Вчера ездил к теще, день рождения жены отмечали. Приезжая, мой телевизор стоит у нее. Она его тоже не смотрит. Говорю, ну хорошо стоит, хоть с окна не так сквозит, прикрывает. И сегодня есть тоже множество вещей, которые для людей они становятся как идол, которые воруют нашу радость. Сколько сегодня людей в церкви, которые поклоняются мамоне, Богу успеха? Много. Вот почему сегодня многие верующие не имеют радости. Почему? Потому что поклоняясь этому идолу, люди не имеют радости. По одной только причине. Он никогда тебе не даст насытиться. Вот если бы у меня был сто тысяч. Хорошо. Получился. Если бы у меня был миллион. Поэтому некоторые говорят, когда они наворуются, они пришли в власть, когда они наворуются? Никогда. Этот идол, он не даст никогда покоя. Он никогда не даст покоя. Люди будут ему поклоняться. И чем больше есть возможности, больше им будут поклоняться. Будет ли у них когда-то радость? Никогда не будет радость. Никогда. Никогда не будет радость. И на некоторые ты смотришь, ну когда-то? Никогда. Вот почему Христос должен достичь. Но прежде всего церковь должен достичь. Церковь достичь. И сегодня этот идол возвращается. Десятину не надо давать. Ой, пожертвования там почему этот идол то, что он делает, он наступает, это беззаконие, оно наступает. Вот почему люди должны подниматься, которые будут говорить правду. Будут говорить правду. Сегодня для этого времени хороший такой идол это развлечение. Вау. Это колоссально. Это развлечение. Я помню с одним служителем раз все, у меня отпуск, все, теперь в церковь не буду ходить. Почему? Потому что сердце до конца оно не освящено. Вот почему. Есть необходимо молиться о том, чтобы Бог освящал, выявлял, для того, чтобы народ Божий он был освобожден от этого рабства. Чтобы был освобожден от этого рабства. Почему? Потому что люди очень легко себя отдают в рабство этим идолам. А потом возникает вопрос, а почему у меня нету мира? А почему у меня нету радости? Почему у меня нету полоты божественной? Почему у меня нету помазания? Почему у меня нету благодати? В одной только причине. Ты возлюбил правду и возненавидел беззакония у некоторых получается наоборот возлюбил идола возненавидел правду я столкнулся с одним епископом когда мы были в корее российским епископом бог его и он откровенно искренне такой парень молодой он свидетельствовал когда я принял решение уже будучи пастырем церковь большая принял решение каждый день читать библию для меня это было такое наказание для меня это было такое наказание и он как раз то о чем мы горели мы горели в формате свободы сколько сегодня верующих людей которые находятся в рабстве ожидая от того что поток божественной жизни будет течь через них они ищут пророков когда ты смотришь на ветхий завет они ищут пророков которые стилит им ухо помните как с мехеем было толпа такая идти на войну и победим все там все будет хорошо давай иди да еще кто тут потому что уже сам царь чувствует что брешу брешут почему потому что сегодня сколько ты слышишь проповедников которые проповедуют какие-то вещи это да мне это приятно а потом ты понимаешь стоп это же не живое она не соответствует она уже жизни не соответствует уже не просто какая-то а уже просто шамбала какая-то камбала это уже ерунда уже самопрактика да чё вы брешите то есть какой смысл этого вранья точно так же рицарь дарит давай призыви тот приходит иди все будет хорошо расскажи правду будет а то это тебя за это да нахать я чум чтоб ты чтоб ты молчал чтобы ты молчал поэтому вызов есть почему буду что свет он всегда приносит конфликт люди не хотят расставаться седом помните как с гидеоном было бога рит иди сруби этого идола почему то что это начало свобода вы находитесь в рабстве если этого идола срубить начало новой жизни для вас правы визраиль они молятся не 100 да вот же вы ходите поклоняясь этому истукан и еду он ночью идет к срубил этот идол на утро когда ты считаешь эту историю все входит наконец-то слава богу линина я помню когда был это все эти события и ленина завалили как раз там рядом был сфотографировал выставил на фейсбуке сколько мне было там пастырей российских сколько его выслушал высказывание исторически это это в юнеско занесенка это что насколько дорогая такая личность я сначала отбивался а потом понял то бесполезно да бесполезно вот точно так же и сегодня есть вещи от которых церковь должна освободиться это то что приведет в свободу уже когда еду он срубил на 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 следующий день вся толпа собралась выведи нас а маной ритая а я тут причем убьем его за это жуть почему бы даже очень легко очень легко а потом стоит оторвать какая проблема но все равно бог подымает это бог подымает это служение для того чтобы начали начали молиться и слу она приходила от бога в мудрости вот почему бог мне в новогоднюю ночь дал это слово молиться о мудрости о мудрости в том чтобы осветить и говорить сегодня к людям для того чтобы пришли свободу потому что это время когда бог будет отделять овец от козлов это время когда бог будет отделять овец от козлов и будут им то что будет происходить мы будем видеть это движение бога которую он будет сегодня приносить будет отделение люди которые хоть послушай послушай сегодня движение которое приносит извращение благодати божьи которые приносят тому чтобы люди благодать у божьей прикрывали свое беззаконие уже под благодать. Да какие проблемы? Благодать все. Это вы законники. Что вы переживаете? Я что перед Богом законом не оправдываюсь. Нет. Я законом перед Богом не оправдываюсь. Почему? Потому что я оправдываюсь жертвой Иисуса Христа. Это абсурд, иллюзия на то, что закон, он регламентирует мое отношение, хождение перед Богом. Дает. Дает. Закрой дверь, Жаня. А ты представь, а мне еще и говорить. Пусть все терпят, знают, что как в горнице в день пятидесятницы было. Учитывая, что у меня 3 часа ночи сейчас. Исход, 32 глава, 26 стих. Исход, 32 глава, 26 стих. Это история, когда Моисей спускается с горы. А народ, который Бог избрал, избрал, призвал, осветил. Моисей замешкал на этом, на горе. Седьмой стих. И сказал Господь Моисей, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути. Вот я понимаю, вот это слово сойди, это как новое движение, которое приходит, движение освящения для израильского народа. Для израильского народа. То, что они сделали. Они сделали идола. Моисей пошел на гору. Они пришли к Аарону. Говорит, ну, Моисея нету. Давай, нам нужен Бог. Что они сделали? Они собрали все золото. Вылили себе тельца. И начали вокруг него прославление устраивать. Вот наш Бог, который нас вывел из Египта. Почему? Потому что идол, это видимая вещь. Идол, почему? Как я уже говорил, он приносит удовлетворение. Но это иллюзия удовлетворения. Это на самом деле, это рабство. И вот это то, что сегодня Церковь Божия, она должна быть освящена. Почему люди сегодня ходят в церковь и как взять Украина, христианская краина. Может быть. Но вопрос в том, что эти верующие, христиане, они поклоняются этим идолам. Они поклоняются этим идолам. Вот точно так, как Израиль. Избранные, мало того, вывели, уже какой-то путь прошли, а потом очень себя легко отдают в рабство. И это то, что Моисей говорит. Кто Господен? Ко мне. И собрались к нему все сыны Левия. Люди, люди, которые посвящены были Богу. Колено Левия, оно было посвящено Богу. И звучит такой, твердый, жесткий такой призыв. Кто Господен? Казалось бы, а все остальные, люди добрые, церковь, церковь Христова. И в церкви Христова звучит такой призыв. Кто Господен? Перейди на мою сторону. Перейди на мою, на мою сторону. Перейди на мою сторону. Следующий момент в отношении освящения и идола. Четвертая церковь, пятая глава с первого стиха. Это история, в которой описан момент, когда четвертая отца, четвертая отца, пятая глава. Сейчас открою. Высаю полез. Господи, помоги. Кто уже открыл? У кого-то есть Библия? Я понял. Слава Богу. Я четвертую церковь пошел, пятую главу еще. История о Неймане, который был больной и который пришел и которого Бог исцелил по словам Елисея. И он хотел ему дать дар. А Елисей, то, что он сделал, он отказался. Геезия посмотрел, а у Елисея был помощник Геезия. Он посмотрел, что добру пропадать. Тут же хотел дар дать. Он побежал за Нейманом и сказал Елизе, слуга Елисея, человек Божий, вот господин мой отказался взять из руки Неймана этого сериянина, но то, что он приносил жив господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался ездить за Нейманом. И увидел Нейман бегущего за собой и сошел с колесницей навстречу ему и сказал с миром ли? Он отвечал с миром господин мой с миром. Господин мой послал меня сказать вот теперь пришли ко мне с горы Ефрема два молодых человека и сынов пророческие дай им талант серебра и два переменных одежды. Я помню лет десять назад это было откровение ко мне не едино компромисс. не едино компромисс. Бог сказал церковь она разделится на истинную церковь и церковь которая идет на компромисс. Будет подниматься поколение Гиезии которое будет движение Божьего извлекать выгоду. Служить Богу не из-за любви и посвящения а будет служить из-за корысти из-за выгоды. У Гиезии было будущее как у служителя. Он находился возле Елисея и может быть благодать которая была на Елисеи которая пришла через Илию с Илии она возможно было перешла на Гиезию но вместо этой благодати то что он получил он получил проклятие проклятие я в субботу говорил я общался с пастырями даже в этом на этой конференции звучали цифры церкви которые закрываются и ты понимаешь раз церковь закрылась по какой причине по причине того что люди и шли просто на компромисс люди просто и шли на и шли на компромисс и вот сегодня если вы чувствуете что Бог вас призывает и вы должны служить осветите свою жизнь и не идите просто на компромисс не ради прибыли мы служим Господу не ради прибыли Иисус сказал ищите прежде царства моего а все остальное приложится что можно вместо благословений можно заработать себе проблему кто-то скажет это ветхий завет последнее место мы пойдем теперь в новый завет откровение к ним это уже новый завет что очень часто люди потому что большая атака на церковь это вот как раз с неправильным пониманием божьей благодати что некоторые думают если мы под благодатью то бог нам разрешает любое беззаконие благодать покрывает как сегодня звучит христос простил нам вчера сегодня и завтра простил нам всякие грехи это то с чем я столкнулся говорит нам не надо каяться если я слушал есть такой проповедник Джозеф Принц Сингапур он или где-то я как-то слушал его я ужаснулся думал вот этот парень и дает я думал это ну мало там а сегодня когда я начинаю сталкиваться что и сегодня есть служителя которые ах какие проблемы нет никаких проблем это иллюзия это обман тогда читаем новый завет к нему откровение мы увидим да это будет колоссальная атака будет колоссальная атака на церковь Христов как раз вот этой извращенной благодати искаженной благодати люди до конца не понимают самого и как результат то что делают обольщает людей и вот как раз за извращенной благодать есть такое в теологии выражение дух изовели что обычно говорят дух изовели это женщина которая как женщина которая контролирует там все послушайте нет дух изовели это та которая приносит разложение внутри внутри самой церкви и дух изовели хорошо вмещается и в женщине и неплохо вмещается и в мужчине вот почему есть время когда необходимо просто бодрствовать потому что очень серьезно очень серьезно Бог очень серьезно с 18 стиха это феатирская церковь и англофеатирской церкви напишет так говорит сын божий у которого очи как пламя огненное и ноги подобно халкеви вану знаю дела твои любовь и служение с 18 стиха вторая глава откровения знаю твое дело и любовь и служение и веру и терпение твое и то что ты последние дела твои больше первых ну имею немного против тебя потому что ты попускаешь жене и завели называть себя кем пророчицей пророчицей раз учить и вводить в заблуждение рабов моих рабов чьих божьих церковь христово первое любодействовать и есть идоложертвенное слово любодействовать требуется объяснение и есть что очень легко относиться к идолу почему мы же под благодатью какие проблемы бог нас насколько любит и дальше мы читаем потому что это не просто как бы высказывание имею против тебя 21 стих я дал ей время покаяться в любодеянии но она не покаялась вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней великую скорбь если не покаяться в делах своих и 23 стих и детей ее поражу смертью и разумеют все церкви что есть испытающие сердца и внутренности и воздам каждому из вас почем не по молитвам а по делам это то что многие говорят а бог 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 мы делами не оправдываемся но мы делами оскверняемся мы не меня про но мы не оскверняем бог милости потому что они говорят ой бог милости дал одно дал второе предупреждение дал третье предупреждение я помню как-то консультировал одну церковь мне начали рассказывать эту историю это живая история с моей жизни один служитель говорит в церкви появилась одна женщина которая начала говорить о благодати и начала многих людей выдергивать извращать пути правильную жизнь начала гнать на пастыря начала на служение говорю а пастырь что сделал потому что это ну как один из служителей да пастырь так он ну как-то это очень легко тогда это неправильно пастырь должен был сказать о том что очень плохо эта женщина она закончит потому что первое то что пострадает пострадают ее дети и я когда начал говорить об этом глаза у этого служителя они округлились говорю что такое а у нее у нее сын умер это то что называется это называется суд божий почему то что то что изавель она легко вот то что она делала она размывала границы и пути божьи по которым народ божий должен был ходить она легко знаете когда послушайте когда человек ты знаешь о чем-то грехе да мы не призваны осуждать но то что мы призваны привести человека к покаянию мы должны его привести к покаянию то что делает изавель вот этот дух он да ничего страшного послушай не переживай бог уже это простил никаких проблем это это они тебя будут тебе будут говорить о том что тебе надо покаять потому что они законники они законники не понимая того что этот человек то что он делает он подвергает себя приводит себя в проблему и он точно так же подвергает проблеме и этого человека которому извращает пути Господни поэтому будем видеть многие вещи будем видеть это время когда мы будем видеть многие вещи почему потому что бог живой бог живой каждое поколение христиан переживает атаку облегчить веру в отношении святости прикрывая беззаконие благодатью все я уже по-моему третий или четвертый месяц слушаю документальный фильм о реформации и меня ярким таким пятном в Англии потому что это событие которое на Европе реформацию которая в Европе проходила и в Англии было одно движение поднялось движение святости двигались до одного момента пока не начали извращать благодать а потом то что они делали они устраивали на служениях коллективные попойки блуд и они всем заявляли нас Бог покрыл благодатью Божьей это 15 или 16 век думаю ничего нового нету какое-то 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 движение меня на английский имена плохо память какое-то движение оно даже было названо в честь какого-то человека а потом со временем просто все это Бог я понимаю что Бог разнес пух и в прах поэтому точно так же и сегодня почему я говорю что это не время удивляться это время иметь понимание того что Бог все равно продолжает царствовать несмотря на то что делают люди это время я подвожу такой итог это время нам молиться о том чтобы Бог и сегодня освящал приходил своим светом и освящал эти идолы в жизни людей для того чтобы привести людей в свободу и в истинную радость во Христе почему то что идол он не дает человеку приступить к самому Богу и как результат из-за идола как я уже сказал я обязательно об этом скажу у человека нету откровений нету света в жизни нету откровений нету откровений светильник тела есть око и так если око твое будет чисто то и все тело будет твое чисто светло а если око будет худо то и тело будет твое то и теле твое что будет темно луки 11 глава 34 стих поэтому освящение то с чего оно начинается с нас смелый вопрос Господь что стоит между тобой и мной от чего я сегодня должен избавиться если бы сегодня сказал дорогие давайте мы возьмем месяц поста от телевизора у некоторых боломки начали начнутся ломки все начнутся ломки начнет ломать будут кричать то это законничество сидите тогда в своем понимании но только с каким в своей темноте на что сегодня смотрит глаз чему сегодня поклоняется сердце это то что и удерживает от света в жизни Божьей возьми прими решение в течение одного месяца каждый день молиться над словом Божьим вникать ты начнешь замечать что в жизнь начнет приходить свет в жизнь начнет приходить свет от Бога потому что когда допустим я я об этом сегодня говорю я себе очень часто задаю такой вопрос когда я чувствую отсутствие Божьего света в чем проблема и ты начинаешь видеть в чем проблема твое время не больше посвящено чему-то нежели самому Богу сердце просто чем-то увлечено и сегодня ладно не буду перечислять закончим я думаю я думаю что это не принцип каких-то правил это все равно работа Духа Духа Святого потому что каждому Бог мне в состоянии тоже проговаривать и показывать я как-то даже делился этим откровением когда Бог меня ночью во сне спустил в подвал я спускаюсь я вижу два окна на одном окне написано Укарнет а на втором окне написано Фейсбук я утром проснулся я говорю я теперь понимаю почему ты начинаешь смотреть на все через призму информации которой к тебе поступает ты не в состоянии пользоваться мозгами священника почему-то что тебе новости которые ты читаешь они тебе и в Фейсбук ты зашел а там все что хочешь люди пастят все что угодно и временами так раз зацепился считаю 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 раз какой-то проповедь кто-то какой-то еще потом замечаешь стук а у меня вообще верующие в эти чтобы хотя бы кто-то какое-то местописание выставил или кто-то показал что он на служении где-то там перепосел служение что я отхожу в эту церковь нет что угодно что угодно особенно под выборы это вообще какое-то обострение даже у верующих людей происходит я понимаю что кто-то того любит кто-то не того любит у кого-то к тому симпатия не понимая то а для верующих людей мне кажется верующие люди должны вообще понимать что то что страна это заслужило то и получим чем дальше от бога думали Янукович придел получите Порошенко Порошенко думаете придел то послушайте Зеленского получите не дай не дай бог прости господи весело 95 квартал единственное что только 95 кого они будут поносить конечно я шучу поэтому я когда смотрю мое большое желание чтобы знаете как это мое желание чтобы верующие становились везде верующими не только в церкви а даже в социальных сетях у меня один миссионер с Африки написал говорит пастор Володя больше делайте передач пишите больше передач чтобы социальные сети наполнялись какими-то свидетельствами ладно хорошо давайте приклоним голову время бодрствования время стать на сторону Бога сегодня Бог ищет проводников своего света Бог сегодня ищет проводников своего света отец я благодарю тебя за твою армию которую ты поднимаешь я верю что ты имеешь благодать и ты имеешь миссию для нас как для церкви миссию для нас как для служителей я молю тебя я прошу благослови благослови пусть твой свет пусть слово твою господь оно придет освобождая нас от тех стен от тех препятствий которые мы сегодня имеем святый мы нуждаемся в тебе и мы хотим быть теми сосудами которых которых ты будешь употреблять благослови отец благослови святый во имя Иисуса пусть в этом будет прославлено твое имя и последнее место это когда я уже выходил на это ехал на это служение это попало в поле моего зрения второе Тимофея вторая глава с 19 стиха но твердое основание Божие стоит имея печать эту познал Господь своих и да отступят от неправды всякий исповедующий Господа и дальше а в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные но и деревянные и глиняные и один в почетном а в другом в низком употреблении и так кто будет чист от этого от чего от всякой неправды тот будет сосудом в чести освященным и благопотребным владыке годным на всякое доброе дело но твердое основание Божие твердое основание Божие оно стоит если основание разрушено что сделает праведник будет взирать на Господа и будет волноваться о своем основании чтобы мое основание не было разрушено поэтому пусть Бог благословит зима на зима зима зима